Мы приветствуем всех, кто присоединился к нам на канале Россия. Добрый вечер, друзья! Вот и лето пришло. Ориентация каникулы. Да, конечно, погода нас пока не балует, но совсем скоро засветит яркое летнее солнце. И вы сможете и загорать, и купаться, и наслаждаться летом, и набираться новых сил. А пока мы будем наслаждаться удивительным детским коллективом, который сегодня придет к нам в гости. Что за коллектив? Помните, как говорили в фильме об известном советском разведчике? Информация к размышлению. Они очень талантливые, яркие, очень творческие дети. Они играют на инструментах, они поют, они лауреаты и победители всевозможных региональных и всероссийских конкурсов. Да что все это я говорю-говорю, мы ведь с вами можем посмотреть. Мы же телевидение. Подходя к зданию Дома культуры в ауле Псыш, можно услышать инструментальную музыку и детские голоса. Идет репетиция коллектива «Радуга» Псышской детской школы искусств. Скоро предстоит приятное событие. Все коллективы школы и преподавательский состав переедут в новое здание. Процесс уже пошел. А пока познакомимся. Руководитель коллектива Елена Анатольевна Кульбакина, заведующая отделением хорового пения, вокала и игры на гитаре. В школе искусств трудится 25 лет. Человек удивительно талантливый, творческий, прекрасно владеющий инструментом и очень любящий детей. Ее творение – ансамбль «Радуга», на базе которого работает и клуб авторской песни «Эдель Вейст», а также вокальный ансамбль «Меридиан». Ребята неоднократно становились лауреатами и победителями всероссийских и региональных конкурсов. Первые не кричат вначале, спокойно, мягко. Потом вы должны слышать тему у вторых, чтобы вот эту перекричку вы не кричали. И когда альты тоже «Весна» на парусу, вы слышали тоже вот эту перекричку, хорошо? Не кричите. Парень с гитарой – картина привычная. А вот девочка, Алина Иркенова, заниматься музыкой хотела всегда. Но с профессиональным вокалом что-то не сложилось. И тогда папа подарил гитару. Я его упрашивала два года. Через год моих просьб, он мне еще не купил гитару, я пошла на вокал. Там я начала заниматься фортепиано. Мне вообще не понравились преподаватели, да и вообще меня там очень запрягали. Говорили, что у меня слишком бочистый голос, мне нужно его ломать. Я ушла оттуда, потом пришла сюда. И папа говорит, ну, раз уж у тебя учитель не только вокалом занимается, так еще и гитарой, иди на гитару. В тот же день мне купили гитару. Среди голосов участников ансамбля «Меридиан» по-особенному звучит голос Амина Глукева. Несмотря на юный возраст, Амин в искусстве не новичок. Музыкой занимается шесть лет. Игрой на гитаре – два года. Как и его собратья по искусству, виртуозно владеет этим инструментом, а еще играет на фортепиано и поет. Я думаю, ты вообще талантливый парень по жизни. Петь тебе нравится? Да. Скажи, пожалуйста, вот свою дальнейшую жизнь ты собираешься как-то связать с музыкой, с гитарой? Ну, да. Как-нибудь попытаюсь. А девочкам нравится, когда ты играешь на инструменте? Ну, одноклассницам – да. Что дает тебе занятие музыкой? Музыка вообще? Вдохновению, силу и энергию. Ребята из «Меридиана» – опытные музыканты. Их не просто приятно слушать, их игрой, пением по-настоящему наслаждаешься. Возраст участников коллектива – словно музыкальная октава. От самых маленьких до старшеклассников. Но в этом случае разница в годах не помеха. Ведь все они любят музыку. А еще – хорошие песни о самом главном – о счастливом детстве, семье, настоящей дружбе и неподкупной любви к родине. Ну что ж, дорогие друзья, мы представили вашему вниманию своего рода визитную карточку о коллективе «Радуга». А сейчас мне очень хочется познакомить вас с некоторыми участниками коллектива и, конечно, с его создателем, бессменным руководителем Елена Анатольевна Кулебакина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте поближе! Добрый вечер! И добро пожаловать на программу «Добрый вечер! Республика». Елена Анатольевна, ну почти 30 лет преподательского стажа. Из них 25 работа в детской школе искусства в ауле «Псыш». Бесподобный ансамбль создали, бесподобный коллектив. Вот расскажите о ваших детях, о тех, кто приходят к вам в коллектив. Вообще откуда такая идея возникла создать вот такую «Радугу»? Ну вообще «Радуга» у нас существует достаточно давно. Вокальный ансамбль «Радуга» у нас возник в школе еще где-то в 2015 году. И мы занимались хоровым пением, эстрадным пением, сольным пением. А уже вот авторская песня создать вот коллектив возник буквально вот недавно осенью. Это вот как мы приехали с Данилом с Самары. Посмотрели там другие коллективы. Посмотрели, сколько там талантливой молодежи в России. Детки вообще изумительные. И я приехала уже в Черкесск с четкой мыслью, что я буду делать авторскую песню со своими детьми. Ну и мы с сентября начали работу. А как набирали детей? Ну это же все мои дети. Я же работаю там в школе. У меня 15 гитаристов, куча вокалистов 25 как минимум. Поэтому я со своими же детьми начала потихонечку привлекать. У вас очень интересный репертуар. Я не скрою, познакомилась с вами накануне, побывала у вас на репетициях. Очень разнообразный, но однако есть вещи очень серьезные. Я бы сказала, что они прям для взрослых. В смысле как? Мы привыкли, что авторская песня – это удел взрослых людей. Ну с каким-то жизненным опытом, потому что там серьезные тексты. Ну музыка тоже соответственная. Как вы подбираете свой репертуар? Ну это сложный вопрос. Репертуар мы и в интернете смотрим. Плюс мы ездим на фестивали, на конкурсы. Мы смотрим там коллективы, что поют дети тоже. Мне надо для детей подбирать. Поэтому я смотрю, что там дети поют. Что-то, если понравилось, мы берем на заметочку себе. Потом ищем тексты, аккорды. И начинаем свои аранжировочки делать. Добавлять инструменты разные. Немножко свои интерпретации делаем у этих песен. Ну а мнение детей учитывается? Ну безусловно. А как? Как вот прям голосованием? Да нет, они бывают сами даже партии придумывают. Вот, например, София вот там на скрипочке что-нибудь сама придумает нам. Белла на ксилофончике. Вот Белла у нас пианистка вообще. Но она у нас на металлофончике играет здесь в ансамбле. Дети разные абсолютно музыканты все, кто ходит в музыкальную школу. Вот на всех инструментах играют. И вот они у меня занимаются, ходят на ансамбль ко мне. То есть вокал, занимаются вокалом дети-идети. Вы знаете, сегодня в концерте прозвучат песни такого патриотического назначения. Песни, на которых, наверное, ребята выросли. Вот мое поколение, да? Ваше поколение. Они потрясающие. Они наполнены смыслом. Там музыка удивительная. Вот я хочу вас спросить. Вот песни такого содержания, они вам нужны сегодня? Вот вы любите их исполнять? Амин, вот в твоем исполнении удивительные вещи просто звучат. Несмотря на твой юный возраст, они звучат очень серьезно. Я не знаю даже. Но тебе хочется их исполнять? Да, мне хочется их исполнять. И нравится? Да, мне они очень нравятся. Потому что, например, в Оксанской она, там рассказывается про то, как солдаты воевали. Ну, это песня о войне, поэтому она мне очень нравится. Я ее исполняю, пытаюсь исполнять серьезнее. Елена Анатольевна, вы, несмотря на, так сказать, на то, что вы совсем недавно создали этот коллектив, именно авторской песни, вы уже стали участником, победителем, лауреатами очень многих конкурсов. Вот на ваш взгляд, самые значимые, самые интересные, самые познавательные для ваших ребят? Ну, в первую очередь мы начали с Москвы. Это был фестиваль авторской песни «Лица», где мы начали только с Данилом. Там у нас прозвучала песня «Заманили». И очень даже хорошо мы ее там исполнили, там лауреатами мы стали. Плюс Данил там еще пообщался с председателем жюри лично Еленой Фроловой, знаменитый бар. Очень хорошо так мы выступили. Потом, после Москвы у нас была Самара. Мы поехали туда на слет лидеров движения авторской песни. Сформировалось еще новое движение, «Многоголосие» называется. Мы были представителями вот от Карачаева, Черкесии. И побочно там шел еще Грушинский фестиваль. Мы стали участниками еще Грушинского фестиваля. Мы выступали на знаменитой сцене «Плавучая гитара». Это было очень здорово. Потом мы ездили в Армавир, где мы познакомились с нашим земляком. Мы не ожидали его там увидеть. Сергей Зацепилин. Там мы гран-при получили в Армавире. Мы, в общем... Что еще? Потом мы были в Лермонтово. Вот недавно ездили мы. Это был галоконцерт от фестиваля авторской песни «Зеленая карета». Мы тоже... У меня шесть где-то номеров у нас стали лауреатами. Вот был галоконцерт лауреатов. Мы ездили туда. Совместно делали этот концерт с клубом Пятигорским ребятами. Руководитель Пятигорска Петрова Наталья Леонидовна. Вот мы совместно с этими ребятами делали этот галоконцерт. Первый раз такой был концерт. Очень интересно было, во-первых. И в финале мы пели все вместе общую песню первый раз. Вот такой экспромт. Ну, интересно было. И Москва у нас. Участвовали большой проект. Был московский «Слушай и скажи» называется конкурс детской авторской песни. Здесь, участвуя в этом большом проекте, дети получают путевочки, грамоты получают. По этим грамотам они могут претендовать на путевку в Артек. От тематического партнера. В Артеке есть тематический партнер «Мировые песни», где президент Олег Митяев. Вот. И такие вот дети могут получить путевочку в Артек, участвуя вот в таких фестивалях. И на этом конкурсе у нас два, это Амин и Алина, два человека получили дипломы второй степени. А Данил у нас получил гран-при фестиваля. И лично его поздравил. Видеопоздравление нам прислал Алексей Ивашенко, которую песню Данил исполнил «Просыпайся, душа». Ну и Сергей Яковлевич Никитин тоже президент этого конкурса. Тоже видеопоздравление всем участникам присылал. Вот. Ну это вот такие значимые, скажем так. Но у нас было еще много заочных проектов. Это вот очные проекты, где мы участвовали, ездили туда. Ребята, так вот мы с вами чуть выше начали говорить о том, что бардовская песня, опять-таки это мое очень субъективное мнение взрослого человека, что бардовская, авторская песня – это удел взрослых. Если я не права, пожалуйста, жду ваших каких-то противоречивых высказываний, ваших мнений. И я думаю, что авторская бардовская песня, они очень душевные и понятны простым людям. И поэтому они могут нравиться не только взрослым, но и детям. Поэтому их могут исполнять все. И вот, как Елена Анатольевна сказала, мы ездили по всяким разным фестивалям и видели, как дети выступали с такими песнями. И решили, что мы сможем не хуже. И решили попробовать. И у нас очень хорошо получалось. И сейчас получается. Здорово, я абсолютно согласна с тобой. Но иногда мне просто поражает, насколько вы берете в работу серьезные произведения. Прямо вот с таким глубоким смыслом. И что интересно, у вас получается передать весь этот смысл, который заложен авторами в эту песню. Ребята, ну вот песни в основном слагают о многом. О природе, о погоде, о любви, о дружбе. Вот вам о чем нравится петь? Мне нравится петь, во-первых, песни, которые у нас в репертуаре. Поскольку они в себе скрывают очень много смысла. Хотя с первого раза это не так и понятно. Также вот песня «Весенняя танго» мне нравится тем, что она, во-первых, легка в исполнении для меня лично. И, во-вторых, что опять-таки смысл. Если вслушаться в слова, думаю, сразу будет понятно, что песня не такая веселая. Скорее, какая-то грустная о человеке, который не может успокоить свою душу. Но и, тем не менее, надеется на лучшее. Вообще радуют такие рассуждения, ребят. Потому что, ну, увы, сегодня ваше поколение слушает немножко не ту музыку, которую хотелось бы, чтобы вы слушали. Не ту музыку, на которой хотелось бы, чтобы вы воспитывались. Слава Богу, что есть Елена Анатольевна, что она вас привлекает к этому и дает вам именно те чувства, те ощущения, те впечатления от жизни, которые должны быть у нормального человека. Алин, я познакомилась как-то в процессе немножко с тобой поближе. Я слышала твою игру очень бесподобную. Немножко знаю историю, почему ты вообще взяла в руки гитару. Что тебе нравится исполнять? Какие песни? Чему они вообще учат тебя лично? Ну, вообще разные песни, они учат разному. В каких-то песнях поется о дружбе, в других же о любви. Они высказывают себе радость, печаль, грусть. А так мне нравятся более позитивные песни, которые мы поем. Там «Амазонка», «Домовой», «Фантастика», «Романтика», допустим. Ну, такие, которые не прям грустишь и плакать хочется. То есть позитиву все-таки хочется больше, правда? Да. А вот похулиганить, я смотрю, тоже любите, да? В своем творчестве. Ну, не без этого, почему бы и нет. Авторская песня это позволяет. Поэтому пытаемся. Таких уточных берем в репертуар. Я должна сказать еще раз спасибо Сергею Зацепирьевну, благодаря которому я узнала о вас, потому что именно он открыл ваше существование, что вы такие классные, вы такие талантливые. И я очень надеюсь на то, что эта встреча не последняя. Пускай она будет первая такая, стартовая, да, для нас с вами. Я благодарю вас за участие в программе. Вы наш вечер сегодняшний сделали удивительно добрым, по-настоящему. Добрым, интересным. И сейчас я все-таки хочу, чтобы вы прошли на сцену. И с вашим творчеством сегодня познакомились не только зрители в зале, в театральных залах, в концертных залах, на фестивалях и конкурсах, а еще наш телевизионный зритель. Давайте посмотрим замечательный концерт. На далекой Амазонке не бывал я никогда, Никогда туда не ходят иностранные суда, Только Дон и Магдалина, быстроходные суда, Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Из Сиверпуской гавани всегда по четвергам Туда уходят плавание к далеким берегам. Поймут они в Бразилию, 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 И я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, Только Дон и Магдалина, Только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Никогда вы не найдете в наших северных лесах И на хвостных ягуарах, Да не на устных черепах. Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей, Такой изобилие невиданных звеней. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам Туда уходят плавание к далеким берегам. Поймут они в Бразилию, 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 И я хочу в Бразилию к далеким берегам. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Горы возьмем мы с собой, Горы, которые в нас, Горы любимый Кавказ, Как мы шагали, шаг в шаг в ступали, Свет, свет в тумане, только ты не трусь, По дороге на Эльбрус, на Эльбрус. Питер, даже Москва, Слышать хотели слова, Правды не громкий рассказ, Горы споют про нас, Как мы шагали, шаг в шаг в ступали, Свет, свет в тумане, только ты не трусь, По дороге на Эльбрус. По дороге на Эльбрус. По дороге на Эльбрус. Никого в квартире нету, Как, а я? Ай, очень скучно одному, Дали б мне сейчас ракету, что ли? Ракету. Полетел бы на Луну, Наливаю воду в ванну, О, придумал! Унявку. Поиграю в корабли и... Эх! А потом и сам залезу. Два вместе. Уйти. И пускаю пузыри. Пум-барам-пум-пум-пум-пум, Пум-барам-пум-пум-пум-пум, Пум-барам-пум-пум-пум-пум-пум. Я ж тебе говорил, как прекрасно петь с балкона, Очень громко я пою ля-ля, ля-ля-ля-ля. Пусть узнают все соседи, Тетя Валя, Дядя Петя. Очень скучно одному, Нарисую я цветочек, Синей краской на стене. Угу. Мама будет очень рада. Ага. И тебя по голове. Погладит. Ах, как жаль, что прячут спички. Угу. Я устроил бы салют. Угу. А пока из занавески вот эти фотки. Смастерю я парашют и прыгну. Пластилином кину в дядю. Он сказал тебе хулиган. Я хулиган? Настоящий. Да подумаешь, пластилином кину. Да мне просто делать нечего. А потом пришел Сережка, Поиграли мы немножко. Ой, попа. Тссс. Нельзя говорить словом. Попа, 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 Попа пойдет обоим нам. Где снега тропинки заметают, Где лавины грозные шумят, Эту пись сложил и распевает Пальпинистов боевой отряд. Нам в боях родными стали горы, Не страшны бураны и пурга. Дан приказ недолгий, были споры На расцветку в логово врага. Помнишь, товарищ, белые снега, Стройный лес Боксана, блин, даже врага. Помнишь, гранату и записку в ней, Над скалистым гребнем для грядущих дней. Помнишь, товарищ, войн ночной пурги, Помнишь, как бежали в панике враги, Как загрохотал твой грозный автомат, Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд, На костре в дыму трещали ветки, В котелке дымился крепкий чай. Ты пришел усталый из разведки, Много пил и столько же молчал. Синими замерзшими руками, Протирал вспотевший автомат, И о чем-то думал временами, Головой откинувшись назад. Помнишь, товарищ, белые снега, Стройный лес Боксана, блин, даже врага. Помнишь, гранату и записку в ней, Над скалистым гребнем для грядущих дней. Помнишь, товарищ, войн ночной пурги, Помнишь, как бежали в панике враги, Как хорохотал твой грозный автомат, Помнишь, как вернулись мы с тобой в отряд, Там, где днем и ночью крутят шквалы, Где вершины грозные в снегу, Мы закрыли прочь на перевалы, И ни пяди не дали врагу. День придет решительным ударом, В бой пойдет народ в последний раз, И тогда он скажет, что не даром Мы стояли насмерть за Кавказ. Время былое пролетит, как дым, В памяти развеет прошлого следы, Но не забыть нам этих грозных дней, Вечно сохранимых в памяти своей. Шуткам не учат в наших лагерях, Если придется воевать в горах, Вместо ледоруба возьмешь ты автомат, Словно на страховке прижмешь его прикладку. Вспомни, товарищ, белые снега, Стройный лес Боксана, блин, даже врага, Кости на басе, могилы под ужбой, Вспомни, товарищ, вспомни, дорогой. Вот идет по свету человек чудак, Сам себе печально улыбаясь, В голове его какой-нибудь пустяк, Сердце видно, что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, Горы кают, и не до сна. Приходит время, люди голубы теряют, И это время называется весна. Сколько сердца болит, голубы не лечит, Все равно сплошные перебои. Сколько головой о стенку не стучит, Не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, Горы кают, и не до сна. Приходит время, люди голубы теряют, И это время называется весна. Поезжай во всталью без лишних слов, Там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов, Будешь снова весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, Горы кают, и не до сна. Приходит время, люди голубы теряют, И это время называется весна. Приходит время, с юга птицы прилетают, Горы кают, и не до сна. Приходит время, люди голубы теряют, И это время называется весна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова